Моя семья — это потомственная семья фактически журналистов. Мой отец очень-очень известный в советское время журналистом Анатолий Юсин. Он был долгое время начальником отдела спортивной информации «Газета Правда». Затем он работал на телевидении главным редактором, главной редакцией спортивных программ. Потом он давал журнал «Олимпийская панорама» к спорту. Он был заместителем президента Федерации спортивных журналистов. То есть журналистика для меня — это было то, с чем связана вся моя жизнь. Поэтому, безусловно, вопросов о том, куда поступать, у меня не было. Я поступила на факультет журналистики. Я писала для физкультуры и спорт, спортивной жизни России, где-то начиная с 14 лет. Очень много переводила, в том числе очень много в детстве переводила журналистам. И поскольку у меня язык был французский, больше всего я переводила журналистам, которые писали о велоспорте. Потому что французский язык был официальный язык Федерации велоспорта. Велоспорт — это один из тех спортов, которым ты можешь заняться практически в любом возрасте. Ты можешь заняться 10 лет, 12-15. И вот я занялась. Мне тоже было не совсем сложно. Потому что, конечно, из-за того, что папа был вице-президентом Федерации и, собственно, всех знал, конечно, меня тут же и посмотрели, и взяли. Физические качества были очень хорошие, и очень сильные, выносливые. Поэтому выступала до того момента, пока не упала и не разбила коленку. Не раскрошил практически коленку. Произошло почти 17 лет мне было. Поэтому профессиональную карьеру мы забыли в достаточно молодом возрасте. Но все равно велоспорт достаточно долго был частью моей жизни. И вот спасибо велоспорту, собственно, что он меня с мужем свел. Ну вот в мае будет 30 лет, как мы вместе. В 90-м году мы познакомились в мае и практически сразу поженились. То есть, причем, знаете, мы познакомились в Америке. Мы познакомились в Америке. Мы оба занимались велоспортом. Алеша больших высот достиг. Он вообще был победителем всероссийских соревнований. По юношам это приравнивается к чемпиону Советского Союза. Он был потрясающим спортсменом. Собственно, он до сих пор пару чемпионатов Флориды по своей возрастной категории выиграл. И мой тренер позвонил мне и предложил, говорит, ты хочешь в Америку поехать? Я говорю, конечно, хочу. Он говорит, ну, приезжай на отбор. Есть возможность проехать два месяца в Америке от Вашингтона до Сиэтла. 5000 километров, 3000 миль. Это благотворительный велопробег был. И когда я поехала на этот велопробег, познакомилась со своим мужем. И вот с тех пор мы вместе почти 30 лет. У меня еще очень известный журналист-брат. И поэтому, когда я приходила куда-то устраиваться журналистом, мне всегда говорили, ой, вы дочка Юсина, ой, вы сестра Юсина. И я поняла, что я не могу. Я настолько свободолюбивая, я настолько независимый человек. Особенно, когда тебе 19-20 лет, тебе кажется, что тот факт, что у тебя есть семья и наследие, это сейчас я отношусь к этому, как к одной из самых основных ценностей. То, откуда я происхожу, с какой семьей я происхожу. А тогда мне казалось, по молодости, с этим юношеским максимализмом, что это будет какое-то нарушение моих, я не знаю, независимости, что на меня будут смотреть, как на дочку или на сестру. Я пошла и устроилась в компанию, французскую компанию, которая помогала французским же предприятиям выйти на российский рынок. Я пришла секретарше, через два месяца меня повысили до менеджера по исследованиям, начали меня отправлять на всякие стажировки во Францию. Муж у меня работал в фитнес-клубе, был директором одного из первых фитнес-клубов в России. И муж тогда сказал, давай консалтингом в области фитнеса займемся. И, собственно, сам ушел с работы, мы с ним начали заниматься этим консалтингом в области фитнеса. И за буквально 3-4 года стали третьим по величине игроком в России. Мы создали сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness. Были первой компанией, которая привлекла прямые зарубежные инвестиции в Россию. Когда я родила сына, я сразу решила, что он пойдет в школу при посольстве. В Москве есть при посольстве замечательное лице, лице Александра Дюма, который полностью по французской системе образования работает. И вот с 4-х лет мой сын туда ходил, учился. И когда ему было 11 лет, надо было принимать какое-то решение. Поэтому у нас был выбор во Францию поехать или уже в Америку уезжать. Собственно, это вот две страны, между которыми мы выбирали. Мы приняли решение, что он будет учиться в Америке по ряду причин. Во-первых, Америка это страна, которая очень благосклонна к приезжим, к эмигрантам. Мы понимали, что мы не сможем никак наш бизнес в России бросить. Этим бизнесом надо заниматься. Это большой бизнес, 3000 сотрудников. Идеи не переезжать, ни бизнес организовывать не было. А потом мне было 42 года, и я забеременела вторым ребенком. И после этого, вот тут уже действительно у нас был выбор. Мы хотели, чтобы братья росли вместе. Мы хотели, чтобы они были все время вместе. Чтобы это была семья. И возить мелкого с собой, конечно, можно туда-сюда. Но тогда это будет у старшего ощущение. У старшего, 14 лет было. Тоже будет ощущение, что он какой-то тут брошенный, отправленный в Америку. А вот этот с мамой, с папой. И поняли, что нужно, наверное, основным местом жизни выбирать то место, где живут твои дети. И так начали проводить гораздо больше времени. Ну, пока я там беременная была, пока ребенка рожала. И скучно же. Бизнесом заниматься умею, фитнес знаю. Поэтому решили что-то сделать в области фитнеса. Всю жизнь профессионально занимаюсь спортом. Всю жизнь, будучи в этой фитнес-атмосфере, я, несмотря ни на что, начала себя с возрастом ловить на том, что я перестала получать такое удовольствие от того, что я прихожу в фитнес-клуб. Меня окружают гораздо моложе меня люди. Они в прекрасной физической форме, в которой я уже не в такой физической форме. Мне скоро 50 лет. Я не такая молодая, я не такая энергичная, я не так хорошо выгляжу. И хотя умом я понимаю, что это нормально, где-то подсознательно все равно есть ощущение того, что это уже не твое место, это уже не твой клуб. Как будто ты приходишь на чужой праздник, как будто ты пришел на день рождения друзей своего сына. Поэтому мы решили сделать именно бутик. Это как раз клиенты 35+, те люди, у которых уже есть время, деньги, но которые хотят прийти, оттренироваться, уйти. Они хотят чистый, аккуратный, вылизанный фитнес-клуб. Вот именно бутик, куда смогут обеспеченные люди, которые хотят заниматься собой, поддерживать свое здоровье в нормальном уровне, поддерживать свою физическую форму, приходить тренироваться. Я вообще очень редко говорю о вере. Я часто пишу о вере. Но достаточно редко говорю, потому что это действительно, как и любовь, очень сложно описать. Здесь очень мало рационального. Здесь очень много действительно чувств, души. Это же есть слово вера. Или ты веришь, или ты не веришь. Объяснить, почему ты веришь, тогда это не вера, тогда это теорема, которую нужно доказывать. Сильно воцерковленной никогда не была. И просто все время ходила в храм, потому что мне там было хорошо. Я понимала, что я могу прийти в храм, что я могу помолиться. И у меня всегда появлялось ощущение вот этого чуда, того, что кто-то рядом, кто-то, кто мне помогает. А потом я уехала сейчас во Францию, между прочим. Это, наверное, было таким серьезным сдвигом моей веры. Потому что когда ты оказываешься... Я всегда мечтала жить во Франции. Я потом даже думала, может быть, может, и муж захочет переехать. Как замечательно. Я обожаю Париж. Мне было так одиноко. У меня муж в Россию. Приехать он не может. Вообще вариантов не было ни по деньгам, ни по документам. Ну, 90-91 год как. И я целый год была одна с друзьями. Но для меня каким-то куском родины, что ли, был русский храм на улице Дарю. Это храм Александра Невского в Париже. И я всегда туда ходила. И там были такие хорошие батюшки, которые могли объяснить то, с чем... Они с тобой разговаривали. Вот в отличие от московских церквей в то время, ты могла подойти к батюшке, поговорить с ним, задать вопросы, почему он нас за что-то наказывает, почему нам всё время говорят, что его нужно бояться, почему грехи какие-то. И все эти вопросы я могла обсудить с батюшками. Для меня сложился образ идеального пастыря такого, который может людей, верующих, но не воцерковлённых, в храм привести, чтобы людям было хорошо в храме. Чтобы люди... Ну хорошо, но не каждый воскресенье. Ну не могут люди светские, живущие нормальной жизнью, вот прям безукоснительно каждое воскресенье всё бросить и начать ходить в храм. Я с удовольствием хожу в храм. Если у меня есть свободное воскресенье, я обязательно иду в храм. У меня ребёнок хоккеем занимался, у меня каждое воскресенье были игры. Ну вот что мне делать? Бросить ребёнка и сказать, для меня служба важнее? Ну я вот не уверена, что Господь правильно к этому отнесётся и скажет, подумает, что присутствие на службе важнее, чем мой ребёнок, собственно. Возлюби ближних до того, как, собственно, говорить о том, что ты любишь Господа. И когда мы сюда уезжали, я пришла к своему духовнику в Москве. Фантастический абсолютно духовник, невероятный человек. Он начал служить в церкви в 40 лет. До этого преподавал МГИМО экономику Бирмы. Он говорит, там церкви есть? Я говорю, ну есть какие-то там на американском, на английском служат. Он говорит, ну ведь это неважно, вы же едете в страну, везёте в страну ребёнка, где в страну, где у людей Господь в душе. Я говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, ну посмотрите, приюты для бедных есть, есть. Нищих кормят, кормят. Благотворительностью занимаются, занимаются. Он говорит, это гораздо больше, чем в России. Хотя он настоящий такой священник русской православной церкви, совершенно не какой-то диссидент от церкви. Но что такое истинная христианская любовь, он вкладывает в это именно понятие того, как ты к ближним относишься. Не как часто ты ходишь, молишься, сколько ты свечек поставил перед иконами. А что ты сделал для людей вокруг? И потом вдруг мы узнали, что открывается храм на Холанделе. Открывается храм Святой Матроны Московской. И мы встретились, поговорили с батюшкой. Батюшка мне очень понравился. И, честно говоря, вот положа руку на сердце, я скажу, я не верила, что у него получится. Он сразу говорил, что мы хотим и большой храм. И всё, я думаю, если он здесь останется, если люди хотят ходить, будет уже замечательно. Мы начали поддерживать, мы начали помогать. Моя тётя вышла одну из первых икон. До того, как икон не было, она висела у него, даже в Матронушке икона, Люпсанной вышитая. Сейчас уже икон много красивых храмов, но он всё равно её повесил за мощами. Поэтому для нас тоже очень приятно, что он её не выкинул, никуда не убрал, не в кладовку положил. То есть он действительно ценит то, что делали первые прихожане, которые в этом храме были. И потом людей становилось всё больше, больше, больше. Это было так приятно, какая-то атмосфера хорошая становилась. Очень много деток было в храме. Батюшка, отец Александр, 8 лет, строил этот приход из маленького приспособленного помещения, снятого в аренду. Они его на свои деньги делали. То есть брат отца Александра официантом работал, чтобы аренду оплачивать. Изначально собственные деньги, потом появились прихожане, появились деньги, появились жертвователи. Он нашёл вот этот большой храм, купил его, взял под собственные гарантии, на самом деле кредит, который на нём как на физическом лице висит. И вдруг сейчас, по совершенно непонятной какой-то причине, в храме появляются какие-то очень странные люди. Я не верю в теории заговора. Это плохие, нехорошие, злые люди, которые появились и начали на батюшка писать доносы. Храм создавался батюшкой и прихожанами. То есть фактически мы все жертвовали деньги. Мои дети на стройке работали, я друзей сына собирал, мы потолки разбирали. Это наш храм, мы его собственными руками делали. И вдруг какие-то дядечки из Нью-Йорка приходят и говорят, значит так, вы здесь не собираетесь, вы ничего не обсуждаете, мы принимаем решение, кто хороший, кто плохой, делиться с вами ничем не обязанное. А если нет, мы вас членство в Русской Православной Церкви решим. Что такое вообще? Храм для меня, вы знаете, очень много. Первое, это часть Родины, часть культуры. Я очень люблю свою страну, мне сильно не нравится, что сейчас в России происходит. Я очень люблю страну, я очень люблю нашу культуру. Я очень хочу, чтобы дети оставили эту культуру у себя в душе. Я перевезла, пожертвовала в храм библиотеку своего отца. Это реально очаг культуры. Я прекрасно понимаю, как для большинства иммигрантов важен этот храм, возможность молиться, общаться друг с другом, в том числе трапезы устраивать после службы и так далее. Там действительно есть, там дружбы создаются. Это действительно очень-очень важное место для иммигрантов.